Банда Акул Думаешь, будет достаточно, чтобы купить подводное королевство? Быстро крутя своими хвостами, банда страшных акул сделала водоворот, чтобы открыть сундук, но ящик не сдвинулся с места. Акулы попытались распилить сундук своими острыми плавниками, но он по-прежнему не открывался. В последней попытке они попытались прокусить сундук своими страшными зубами, но он по-прежнему не открывался. Должен быть способ открыть этот сундук! Акулы своими носами закопали сундук в песок, чтобы его никто не мог увидеть. В этот момент через замочную скважину сундука блеснул свет, пробежал по песку и исчез. Он так ярко сияет! Кто-нибудь точно его увидит! Нам ни за что не спрятать его! А в это время в земном мире принц Эдвард и русалка Ария путешествовали на корабле, когда они увидели бутылку, плывущую по волнам. Быстро! Принесите мне эту бутылку! Солдат и его команда поймали бутылку с сетью и передали ее принцу Эдварду. Должно быть, это письмо о помощи, мой принц! Принц вынул записку из бутылки. Наследие нашего острова, сокрытое навеки в золотом сундуке, было потеряно. Если мы не найдем его, наш остров будет навсегда сокрыт темнотой. Написано «Людьми Теневого острова». Как я и думала, людям острова Тени нужна моя помощь, иначе солнце никогда не взойдет над островом Тени. Ария без промедления прыгнула в море. Как только она коснулась воды, ее ноги превратились в хвост русалки. Она заглянула глубоко в коралловые рифы, чтобы найти сундук, но не нашла. Она плавала среди морской травы, но сундука не было и там. Когда она уже отчаялась, она увидела ярко сверкающий сундук. В тот момент три акулы пытались унести сундук своими носами. Я куплю царство Посейдона на золото из этого сундука. А я установлю себе брекеты на золото из этого сундука. Ха-ха-ха-ха. А я куплю себе дельфина и буду кататься на нем везде. Ха-ха-ха-ха. Эй! Быстро отойдите от сундука. Нельзя без разрешения трогать то, что принадлежит другим. Этот сундук принадлежит жителям острова Тени. Банда акул стала окружать Арию, чтобы напугать ее. Ва-а-а! В этом море все, наша маленькая русалочка! Когда банда акул уже собиралась напасть на маленькую русалку, Ария взмахнула своим сильным хвостом и отплыла. С легкостью подхватила золотой сундук и унесла его. Ария легко подхватила сундук, поразив акулу. Они сразу стали преследовать ее. Мы нашли этот сундук! Он наш! Оставь его сейчас же! А-а-а! Убегая от быстро догоняющих ее акул, Ария проскользнула в отверстие в скале. В отверстие в камне. Двум из акул удалось проплыть сквозь отверстие в камне. Но акула-босс застрял в нем. Спасите! Я застрял между камнями! А-а-а! Акулы не смогли спасти своего босса И оставили его, поплыв за наживой. Проплыв немного, Они увидели зеленый хвост за поросшим хом морским камнем. Мы нашли тебя, маленькая русалочка! Сдавайся или готовься к бою! Как только одна из акул впилась в хвост за камнем, Он стал трястись, Потому что хвост принадлежал электрическому угрю. Кажется, я не могу двигаться! Ты иди за сундуком! От жадности вторая акула поплыл за сундуком в одиночку. В это время маленькая русалка Ария устала от тяжелого сундука И стала плыть медленнее. Пользуясь этой возможностью, Акуле почти удалось подкрасться и схватить Арию. Но Арии удалось оторваться от него, Размахивая хвостом из стороны в сторону и создавая волны. Тут же она подбросила сундук к поверхности воды изо всех сил, А сама поплыла в противоположном направлении, Сбивая с толку акулу. И тут сундук упал прямо на голову акуле. И акула оказался над ним и сбил акулу на дно моря. А Ария подхватила сундук и быстро поплыла к кораблю. Как только она запрыгнула на палубу, Ее хвост снова превратился в человеческие ноги. Принц был очень счастлив, увидев в руках Арии сундук. Мой принц, давай скорее поплывем на остров Тени И передадим сундук тем, кому он принадлежит по праву. Маленькая принцесса Ария и принц Эдвард Доставили сундук жителям острова Тени. Жители острова были так счастливы, Что сразу же открыли крышку сундука. В сундуке была всего одна лампа, Но эта лампа была волшебной. Таким образом, остров Тени Внезапно превратился в остров света, Ярко освещенный. Ария и Эдвард снова отправились в плавание С этого яркого острова. В это время банда акул Нашла еще один сундук с сокровищами на дне моря. Ого! Смотрите! Еще один сундук с сокровищами! Банда злобных акул с радостью подплыли к сундуку. Вдруг огромный желтый осьминог Показался из сундука и прыгнул на них. Своими щупальцами он разбросал их далеко-далеко. Нееет! С того дня члены банды акул поняли, Что нельзя без разрешения Трогать то, что принадлежит другим. Хоть и с трудом. Ария и Эдвард Субтитры создавал DimaTorzok